Завтра меня в 15.00 пригласили на допрос в прокуратуру антикоррупции. По поводу чего? Мне не сказали по поводу чего, но исходя из того, что я слышал уже сейчас, когда ехал по дороге в Бельце, что основной вопрос, который всех интересует, я хочу еще разобраться, кто в этом замешан, может быть, из Нового Политбюро, в завтрашнем моем походе туда, потому что в 15.00 меня пригласили на допрос, и говорят, что это связано с тем, что очень много людей нервничают, включая тех, которые покинули страну. Вы не боитесь, что на вас снова возбудят фиктивные головы? Откуда усатый взял отчет Кролл? И вы знаете, это так смешно, я когда наблюдаю за действиями созданной парламентской комиссии, то есть они говорят и допрашивают кого угодно. Вот их не интересует, что у меня есть, и помимо отчета Кролл, который я опубликовал, который, кстати, ждали все, про него все говорили, и тут, когда я его опубликовал, тоже оказывается это плохо, но для некоторых политиков, потому что, во-первых, я прибавил скорости и прокурорам, и не только им, тем, кто занимались, должны заняться этим расследованием, потому что Кролл придумали как ширму, чтобы не делать ничего несколько лет, не привлекать никого к ответственности. Мне сегодня просто неприятно, что вот Плохотнюк, потому что в антикоррупции, как и в других ведомствах, то есть большая часть сотрудников, это все-таки, ну не большая часть, но есть люди, которые как бы служили верой и правдой, демократами Плохотнюку. И мне сегодня неприятно то, что Плохотнюк нервничает в Америке, где Усатый достал Кролл, потому что я слышал очень много разговоров, особенно за последние две недели, он рвет и мечет, он обвиняет, он обвиняет человек 10, причем ему некоторые говорят, говорит, послушайте, да, вы нам его показывали, но у нас даже его не было, а вы как бы предъявляете нам, что мы его там как-то передали Усатому и так далее. То есть вот Плохотнюк нервничает, откуда Усатого Кролл. А новая власть, это без разницы, они даже, вот они говорили, что за 2-3 дня они смогут установить его подлинность. Прошло почти 3 недели, как я его опубликовал, о каких расследованиях, о каком профессионализме можно говорить, когда они не могут даже установить подлинность, понимаете? Продолжение следует...